Рак поджелудочной железы Пациентка на момент постановки диагноза пациентки 65 лет считает себя больной с февраля 2019 года, когда появилась склонность к запорам боли в поэстичной области. Пациентка наблюдалась и лечилась у гастроэнтеролога по месту жительства и в марте 2019 года с выраженным болевым синдромом пациент попадает в скоропомощной стационар. Там было выполнено МРТ органов брюшной полости, где выявлено образование головки поджелудочной железы, лимфоаденопатия брюшной полости, метастазы в печень. Пациентка была направлена в городской онкологический диспансер, где была выполнена биопсия образования в печени в апреле 2019 года. По результатам гистологического исследования отмечается, что это ткань печени с метастазами дуктальной аденокарциномы ГРЭД-2. Итак, диагноз. Рак головки поджелудочной железы CT3N1M1, метастазы в печени. Из-за осложнения основного заболевания отмечается болевой синдром первой степени. Из сопутствующей патологии ничего примечательного. И ЭКОК пациентки на момент постановки диагноза 1. По результатам МРТ органов брюшной полости от марта 2021 года, это бейзлайн, перед тем, как мы начали ее лечить, в правой доле печени визуализируются очаги количеством 5 размером до 2 см. В крючковидном отростке поджелудочной железы визуализируется образование с нечеткими неровными контурами размерами 3 на 6 см. Также визуализируются единичные увеличенные до 1,2 см лимфатические узлы, которые находятся в брюшной полости. Итак, по решению консилиума пациентке рекомендовано в качестве первой линии режим гемцитабин 1000 мг плюс напоклитоксел 125 мг на м2 день 1, 8, 15 и с апреля 2019 года пациентке начато лечение в данном режиме. По результатам первой оценки эффекта, которая была выполнена в июле 2019 года, простите, пожалуйста, у пациентки отмечается уменьшение очагов в печени до 16 на 12 мм. Также размеры образования в поджелудочной железе уменьшились до 3 на 2 см. Измеряемые лимфатические узлы воротах печени также уменьшились. У пациентки зафиксирован частичный ответ на фоне проведенного лечения. На следующем слайде представлены снимки. Далее пациенту выполнено 5 курсов в данном режиме. Промежуточно была редуцирована доза напоклитоксела в связи с периферической поля нейропатии. Из пятого курса напоклитоксел также в связи с этим же нежелательным явлением у пациентки отменен. У пациентки продолжено лечение в режиме гемзар 1000 мг на м2 день 1, 8, 15 и по результатам, второе оценки эффекта. У пациентки образование в головке поджелудочной железы не выявляется. Сохраняются метастазы в печени, которые также со значительной тенденцией к положительной динамике. Сохраняется частичный ответ. И третья оценка эффекта на фоне проводимого лечения. Декабрь 2019 года. МРТ-картина отсутствия очаговых образований как в печени, так и в головке поджелудочной железы. То есть, по сути, мы имеем полный ответ на фоне проводимого лечения. Тут представлены снимки, как выглядела печень, как выглядела поджелудочная железа на фоне лечения. И мы видим такую неожиданную, приятную для нас картину для такой нетипичной нозологии на фоне проведенного лечения. И далее пациенту было проведено 10 циклов в данном режиме. С пятого цикла, напоминаю, на поклитоксалат миньон. С целью оценки эффекта и распространенности процесса пациенту было выполнено ПЭТ-КТ всего тела, чтобы убедиться, что все-таки очагов не отмечается. Также был выполнен пересмотр, иммуногистохимический пересмотр материала, потому что все-таки были определенные сомнения, может быть какая-то ошибка, так как опухоль текла крайне нетипична для своего характера. Также выявлен анализ БРК. БРК у пациентки не выявлено. Так выглядела ПЭТ-КТ картина. То есть также опухолевых очагов у пациентки по результатам ПЭТ-КТ не выявлялось. И дальнейшая тактика лечения, это вопрос для интерактивного голосования, все-таки динамическое наблюдение, продолжение монохимиотерапии гимзаром, консультация, возможно, лучевого терапевта, возможно, проведение диагностической лапароскопии, чтобы понять все-таки, да, ПЭТ-КТ нам дало такой результат, но, может быть, стоит как-то привлечь хирургов. Коллеги, напомню вам, что голосование происходит на странице эфира. Для того, чтобы принять участие в активном голосовании, нужно выйти из полного экранного режима просмотра, если он у вас был включен, и в форме для голосования из предложенных четырех вариантов вы можете выбрать один вариант ответа. Пока вы голосуете, мне хочется сказать, достаточно интересный случай. Я думаю, что со мной многие коллеги согласятся, что не всегда в реальной клинической практике, достаточно редко мы встречаемся с полным регрессом, да, у пациентов, страдающим раком поджелудочной железы, причем здесь как и первичная опухоль, так и специфическое поражение печени, которое было выявлено, был выявлен полный регресс. Поэтому какое-то такое действительно нетипичное течение, нам всегда тяжело остановиться вовремя, либо лечить здесь как, до максимальной неприемлемой токсичности, которая и так была достигнута, и мы уже убрали один препарат у пациента, до прогрессирования, либо остановиться, добавить какие-то локальные методы воздействия. Но опять же-таки, какие локальные методы воздействия, если при ПТКТ у нас не было выявлено ни образования в поджелудочной железе, ни образования в печени, даже добавить, допустим, лучевую терапию, я думаю, здесь тоже достаточно сложно. Поэтому такой серьезный вопрос, который возникает перед клиницистом, как мы можем поступить в данной ситуации. И у нас пока еще, как я понимаю, нет ответов, да, интерактивного голосования. Александра Валерьевна, пока у нас идет голосование, а Вы в своей клинической практике насколько часто встречаетесь вот с таким блестящим эффектом на фоне системной терапии пациентка, которая была выявлена в рак поджелудочной железы с метастазами в печени. Вот Вы в своей практике, это единичный случай. Либо есть такие пациенты, у которых, допустим, прогрессировали образование в печени, но сохраняется образование в поджелудочной железе, или, наоборот, есть прогресс образование в поджелудочной железе, но сохраняется где-то отдаленное изменение в печени, в легкие, которые претерпели какую-то динамику на фоне лечения. Инна Владимировна, благодарю Вас за вопрос. Такой эффект я вижу впервые. Это действительно было для нас и одновременно очень приятно, и очень неожиданно, потому что это эксклюзивный случай такой, в моей практике точно. Спасибо, Александра Валерьевна. И у нас готовы итоги голосования. Посмотрите, если мы говорим про первый предложенный вариант, это лечение до прогрессирования, монохимиотерапии гемзаром оставить день 1-й, 8-й, 15-й проголосовал 38%. Если мы говорим о возможности добавления какого-то локального метода воздействия, здесь, скорее всего, речь шла о стереотоксической лучевой терапии, то 25% предлагают нам воспользоваться данной опцией. Если говорить о диагностической лапароскопии и верить всё-таки результатам ПЭТКТ или не верить, полного прогресса, что нет метаболической активной ткани, но, может быть, при диагностической лапароскопии, при биопсии у нас будут сохраняться опухолевые ткани как в самом образовании в первичном поджелудочной железе, так и в образовании в печени. И 25% считают, что нам нужно проводить активное динамическое наблюдение. Давайте мы продолжим сейчас случай Александры Валерьевны, а потом я обращусь к экспертам и коллегам, как бы они поступили в данном случае. Мы в своей практике согласились с 25% проголосовавших и всё-таки выбрали тактику динамическое наблюдение. Пациентка наблюдалась 7 месяцев, выполняя контрольное обследование. И по результатам ПЭТКТ от сентября 2020 года у пациентки отмечается появление отрицательной динамики, метаболически активные очаги в лёгких, в лимфатических узлах средостения. Также у пациентки отмечается и появление образования в головке поджелудочной железы, очаги в печени и очаги в костях вторичного характера. Так выглядело её ПЭТКТ на том этапе. И в качестве второй линии лечения пациентке был предложен режим фолфири совместно с доносумабом, учитывая наличие костных метастазов. И с ноября 2020 года пациентка получала данный режим. При первой же контрольной оценке эффекта на фоне данного лечения у пациентки отмечается прогрессирование опухолевого процесса. К сожалению, пациентка умерла. И вот резюмируя свой доклад, я хотела бы вынести следующие вопросы для дискуссии. Всё-таки, может быть, стоит провести какую-то работу над ошибками в данном случае. Возможно, мы неправильно выбрали тактику лечения. Стоило более активно подойти к данной пациентке, учитывая её ответ на фоне лечения. Возможно, стоило продолжить химиотерапию гемзаром в монорежиме, так как она переносила её неплохо. Возможно, так как это явно какой-то другой рак поджелудочной железы, который мы не видим, разницу между которыми мы не смогли увидеть иммуно-кистохимические. Да, может быть, стоит исследовать опухолевый материал, учитывая такое нетипичное течение для данной нозологии, поискать какие-то мутации. Может, стоит выделить отдельную группу, так как это крайне необычный ответ на фоне лечения и, возможно, благоприятный прогноз. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...